Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что мы с вами идем по дороге жизни, не взирая ни на что. С одной стороны, кто-то, может быть, хотел бы уже остановиться, но не мы определяем количество дней и лет нашей жизни на этой земле. Есть начальник времени, есть начальник жизни, есть первосвященник нашего исповедания, и поэтому я хочу вместе с вами сегодня позвать его на территорию нашей жизни. Он знает, когда, кому, для чего родиться. И если рождались люди на первом этапе человечества, у них была одна задача — размножиться, заселить землю, получать от Бога направление для своей жизни, но какие-то вопросы потерялись по дороге, с учетом того, что люди сами стали искать для себя ценности в этом мире или вообще от контакта с нечистым духовным миром и потеряли контакт с небесами. И это все было на протяжении истории человечества. Сейчас финиш. А финиш человечества — это жатва. А раз жатва, то уже всходит все, что было посеяно за века. И вот тогда, когда жатва уже таким пышным цветом пришла на территории разных государств и наций, мы сегодня видим, какие полярные вещи происходят. С одной стороны, Господь и предупредил, тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой высияет Господь. С одной стороны, Он это говорит Израилю, но с другой стороны, мы сегодня Его дети, которых Он для Себя привлек и освободил от системы Вавилона, освободил от Египта, от рабства Его для того, чтобы нам нести Его свет и быть распространителями этого света. И для этого у нас есть огромная необходимость сегодня проверить собственное сердце. Я на какой позиции нахожусь? Я одной ногой в Вавилоне, а другой ногой в Царстве Божьем? Так не получится, потому что Царство Божие — это то, что начинается изнутри, не в физическом параметре. Я встал на границе этих стыковочных, может быть, состояний. Нет, Царство Божие внутри либо есть, либо его нет. И поэтому, если оно праведность, мир и радость во Святом Духе, то ты живешь в Царстве Божьем. Если же ты живешь в боли, в отчаянии, в горечи и не доверяешь, что Бог знает, что делает, и как привести все в соответствие, я понимаю, друзья, что если боль пришла от утери ближних, то знайте, что у Бога все живы. Это временная разлука, и скоро мы вместе окажемся. И, кстати, мы не знаем, сколько осталось тех дней. Это может быть буквально случится завтра, послезавтра, то есть это настолько близко все может быть, либо это могут пройти какие-то месяцы и годы. В любом случае мы встретимся с теми, кто дорог и кто во Христе Иисусе ушел с этой земли, независимо от того, рано или поздно по параметрам физического возраста. Но мы точно знаем, что душа и дух человеческий, он под властью жизнедателя. И поэтому я желаю, чтобы утешение наше, оно было от Бога, так как апостол Павел сказал, что мы не будем скорбеть об умерших, как прочие. Потому что есть вот это состояние надежды и упования. Господь царствует, и Господь на троне. И потому мы дальше с вами читаем, кто сей царь славы. О каком Боге мы сейчас говорим? Он царь славы, он царь победитель, у него нет проигрышей, он никогда не опаздывает, кто сей царь славы. Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бране. Вот если вышел Бог совершать свою битву, Он точно сделает все быстро и сделает все в победе. Я желаю, чтобы мы с вами оказались в числе таких людей, которые с таким Богом в заветных отношениях не просто формально, а буквально, когда мы каждый день с Ним об этом разговариваем, когда мы говорим, Господи, мы дети завета, а ты наш Отец, и ты сильный и крепкий в брани, у тебя нет проигрышей. Поэтому благослови нас ощущать в этой команде победителей. Благослови нас быть там, где ты нас насадил, и принести много плода, потому что век стареет, беззаконие умножается, а Бог царствует, и Он на троне. Небесный Отец, у нас есть огромная необходимость молиться к тебе о тех, кто скорбит, о тех, кто сегодня в печали. Приди туда своим утешением и дай понять, что ты сильный в брани. Дай увидеть, что кто это царь славы. Ты царь, и ты в славе, и ты в могуществе своем движешься по планете Земля, чтобы овладевать сознаниями, сердцами людей. Я благодарю тебя, что мы сегодня взываем и получаем ответы. Мы сегодня просим, а ты выходишь нам навстречу. Я благодарю тебя, Господи, что у тебя нет опозданий. Если ты вышел, то ты обязательно доведешь начатое до конца. Поэтому мы тебя просим, а ты отвечаешь. Мы ждем, а ты выходишь навстречу всякого жаждущего сердца и души. Я благодарю тебя, что на нас печать твоей славы, на нас печать твоего благоволения. И дай нам быть носителями царственности, невзирая на то, где мы находимся и что мы сейчас чувствуем. Помоги нам, Господи, соединяться с тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин